Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. Сегодня день сурка. И в самарском зоопарке этого мохнатого грузуна из норки доставали почти целый час. Выманивали его вкусняшками и даже грозили палкой. Но он не вышел. Неужели весны не будет? Это я к чему. Если сурок не вышел из спячки, значит зима еще навалит нам снега. Чему я лично несказанно рад. А вот почему расскажу в следующем сюжете. Там мой слалом с городских соревнований по сноубордингу. Из душной студии на свежий воздух, надев очки в зеленом шлеме, репортер медленно катится к вершинам. Пока что только горным. Проверка спортивного снаряда, небольшая разминка и вот он, профессионал новостей на любительском склоне, готов к своему первому спуску. Среди обмундирования еще один элемент на удачу. По важности, он второй после сноуборда. И вот уже по скользкому снегу мчится вниз в толпе таких же фанатов быстрой езды. На лыжной базе они собрались не просто в уикенд отметить. У них серьезная миссия – выиграть приз открытых соревнований по лыжному спорту и сноуборду среди любителей. Такие в Самаре уже не в новинку и от того ступотворения участников. Соревнуются по-взрослому и по таким же правилам. Старт, прохождение всех ворот, финиш на время. То есть результат будет вычисляться из двух попыток. Лучшие три времени в каждой группе – они призовые. Более сотни желающих и всего три заветных места. Среди тех, кто мечтает подоптаться на пьедестале – Платов Алексей. Со сноубордом не расстается уже 10 лет и уже не одну трассу обкатал. Доска, по его словам, делала увлекательное, но нужно готовиться к тратам. А вот каким – зависит от целей. Можно начальный уровень и за достаточно дешевую цену приобрести. А если, конечно, человек продвигается и старается достичь каких-то результатов, то там уже цены ай-яй. Затем, как готовят трассу, мирно наблюдают и лыжники. Они выступают в отдельной категории. Тихие, спокойные, полная противоположность дерзким сноубордистам. Две стихие зимних увлечений, хоть и соседствуют рядом, но и как у всяких соседей, здесь без ссоры споров не обходятся. Был очень травмоопасный случай, когда мне подрезал очень такой бодрый сноубордист. Я проехал на одной ноге порядка 20 метров, потом кувырком еще летел метров, наверное, 30. Думал, что все переломаю, но все, слава богу, закончилось удачно. И вот минутная готовность. Спортсмены выстроились и уже скоро первый участник покатится к успеху. Данстарт и снег хрустит по сноубордами и лыжами. В этой самой толпе под 109 номером стартует и репортер. Спуск достойной музыки Штрауса. У финиша внизу за любителями Зорко наблюдают профессиональные спортсмены. Для них трасса недоступна и только остается, что комментировать. Молодцы все на самом деле. По сравнению с другими годами намного лучше. Все стали ездить. Видно то, что люди вкатываются и вкатываются. Очень понравились, как хороши сноубордисты. Очень красиво ехали. На самом деле лыжники к ним вообще никаких вопросов. И вот спустя долгие часы ожидания бодрые счастливые победители все-таки находят свои призы. Репортер на этом балу по части оказался четвертым с деревянной медалью, но не поверженной и не расстроенной. Сноубордисты лыжники по-своему рекордсмены, которые доказали, что любители могут сделать спорт красивым и зрелищным. И что даже ни приз, ни почет и даже не участие оказались главной полученной заслугой. Нечего съесть дома. Давайте, собирайтесь и приезжайте сюда, вставайте, отдыхайте, общайтесь. Новые знакомства, новое общение – это всегда идет на пользу. Это все на сегодня. Не будьте сурками, проводите зиму активно. Увидимся на горе и завтра в эфире. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok